Задаю вам вопрос, вы просто думайте, я сейчас пытаюсь войти в эту тему. Когда и где вы чувствовали или чувствуете, что вы живете? Когда и где вы чувствуете, что вы живете? Например, когда ты, друзья мои, когда ты проводишь время со своим ребеночком, ты видишь, что ребенку нужен только ты, он радуется тобой, ты ему нужен, он тобой восхищается, он любит тебя, просто лишь потому, что ты его папа или мама. И вот в этот момент ты чувствуешь, что ты живешь, когда кто-то сильно в тебе нуждается. Или когда ты занимаешься любимым делом. Ты занимаешься любимым делом, и ты начинаешь чувствовать, что ты живешь. Можно задать вопрос, когда ты приходишь домой, к мужу или к жене, ты чувствуешь, что ты живешь? Очень хорошо. Когда ты приходишь домой, давайте возьмем негативный пример. Вы тут все святые и праведные, у вас все хорошо. Я не знаю, зачем я здесь об этом проповедую. Например, вы также чувствуете себя хорошо, когда проводите время со своим ребенком, который вас очень любит. Вы также чувствуете себя хорошо, когда проводите время со своей женой или мужем. Одинаковые чувства? Когда вы чувствуете себя, когда у вас есть любимое дело, и вы там реализуете себя, вы там проявляетесь, вы там чувствуете себя, что вы живете, вы становитесь личностью. Поймали? Подумайте про это. Когда вам хорошо, у нас ваше любимое дело, и вам очень хорошо. Вы ощущаете, что вы живете, вы дышите. И опять же, вы пришли домой, женели к мужу. Вы также себя чувствуете? Я специально вас куда-то веду сейчас. У каждого человека, можете записать, у каждого человека есть потребность в значимости. Там, где ты, там, где у каждого человека есть потребность в значимости. Если тебе кто-то, если кто-то тебя делает значимым, то ты готов этому человеку отдать все. Если рядом с каким-то человеком ты чувствуешь себя значимым, то есть он так относится к вам, что вы чувствуете себя личностью, чувствуете себя значимым, чувствуете, что вы очень нужны, то вы просто за это чувство готовы отдать все, что у вас есть. Все. 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 Вам не жалко ни денег. Вы готовы, вы готовы работать и все деньги, что зарабатываете, в каждый месяц отдавать своей жене, если она создает вам такое чувство. Самое главное, в чем вы нуждаетесь, это в значимости. Это в том, что чувствуете себя личностью. Если какой-то человек, с которым вы находитесь рядом, делает вас уверенным. Рядом с человеком вы становитесь уверенным. У вас появляется уверенность в себе, в жизни. Вы приобретаете такое чувство, потому что этот человек что-то делает для того, чтобы вы имели это чувство. Например, когда ты проводишь время с ребеночком, вот когда я со своим ребеночком провожу 7 лет, я просто чувствую, что я для нее Бог. Что я для нее все. Она никогда не идет спать, чтобы сказать, папочка, спокойной ночи. Она просто меня обожает. Когда я провожу время с Машей, я просто в нее вкладываю, и она рядом со мной расцветает, потому что я вкладываю в нее. Когда ей казалось, что она гадкий утенок, я ее убедил, что она красавица. Вы все знаете, что она красавица. Но бывает, комплексы приходят. Когда она играла на скрипке, она говорит, я не умею на скрипке. Я сказал, что ты лучше всех. Я настала лауреатом международного конкурса областного, дипломантом. И рядом со мной она приобретала значимость, уверенность в жизни. Сейчас она учится водить машину, мою водит. И машину жены водит. И когда она едет со мной, она не делает ошибок на дороге. Но когда едет с моей женой, она делает ошибки на дороге. Я ее спросил Машу, почему? Она говорит, папа, я просто вижу, что ты мне так сильно доверяешь, не боишься. И поэтому я не делаю ошибок. Доверие. Я сейчас потихонечку буду подводить вас кое-чему. Уверенность. Признание. Это очень важно. Мы страдаем из-за того, что не признаны. Признание это очень важно. И когда ты живешь, когда тебя признают. Когда ты живешь, когда ты когда живешь. Если этот ребеночек, он просто обожает тебя. И ты чувствуешь, что он тебя признает. Что ты для него важен. Твоя значимость поднимается. И около этого ребенка ты становишься Богом. Ты становишься личностью. Но когда делаешь шаг. И встречаешься со своим мужем или женой. Ты понимаешь, что это тряпка. Или полутряпка. Или чуть-чуть только человек. И ты начинаешь страдать. Когда ты находишься с человеком. И благодаря тому, что ты рядом с ним, ты начинаешь расти. В твоей жизни приходит рост. У тебя все растет. Или ты видишь, что человек в тебя вкладывает. Помните, я прошлую субботу учил про 10 коров. Когда ты внутри начинаешь ожидать. Когда ты внутри начинаешь ожидать, что ты худеешь. Или ожидать, что в твою жизнь приходит исцеление. Ожидание внутри тебя, что тебе приходит победа. Когда ты внутри это имеешь. Внутри себя. Когда ты говоришь, я исцелен. А внутри чувствуешь, что ты болен, не исцелен. Ничего не меняется. Ничего не происходит. Нужно внутри это иметь очень сильно внутри себя. И вот про 10 коров я говорил. И эта женщина, которая была гадким утенком. А этот моряк мог, захотел жениться. И там была старшая и младшая. Старшая красавица. Вся из себя. А младшая гадкий утенок. И он захотел жениться. Он говорит, я хочу младшую. И папа сказал, зачем? Зачем? Пожалей себя, зачем? Он говорит, ладно. Раз хочешь, я отдам тебе мою младшую. Эту гадкого утенка. А там надо было за невесту платить 10 коров. И отец сказал, мне, говорит, не надо за нее ни одной коровы. Просто тебе не повезло, что ты женишься на ней. Возьми ее даром. А он сказал, нет, нет, я тебе дам 10 коров. Я должен дать 10 коров. А отец говорит, ладно, 3 хотя бы. Не надо 10. Но что ты творишь? И тот сказал, нет, 10 и все. И, в общем, он дал 10 коров. Папа говорит, ну, дурачок, наверное, 10 коров за неудачный вариант. И когда через какое-то время, прошло несколько лет, и приехал его друг матрос на этот остров и встретил красавицу неземной красоты на берегу моря. И он говорит, где этот матрос тот? Помните эту историю? Я сейчас ее не повторяю. А говорит, вот там, там, там живет. И этот матрос спустя много лет приходит к этому своему другу матросу и говорит ему. И видит, что там дети бегают. Все так хорошо, в доме красиво. И он говорит, о, классно. И вдруг эта неземная, неземной красоты девушка заходит. И он говорит, кто это? Он говорит, моя жена. Он говорит, ты что, еще раз женился, что ли? Нет, я не женился. Это та. Он говорит, как та? Я же ее помню. И он спрашивает, что с тобой случилось? Она говорит, я поверила, что я стою 10 коров. Как только ты поверил, что ты что-то стоишь, у тебя меняется внутри тебя все, абсолютно все. Генетика меняется. Все меняется. Все. И она просто изменилась, потому что поверила. И Бог отдает за нас самого себя. Ну вот, я помните, я говорил в прошлый раз, я говорю, я только одну вещь не могу понять. 10 коров так повлияли на ее внешность. Так повлияли на ее характер. А когда мы говорим, что за нас Бог отдал Иисуса, то как-то он не влияет на нас. Мы, видимо, неправильно оцениваем. Вот если бы за меня дали 10 коров, я бы сказал, ну точно я что-то стою. А вот Иисуса дали, ну, как бы да, он меня любит. Поэтому надо что-то в мозгах своих поменять. Поехали дальше. Поехали дальше. Вот в чем проблема. Можете записать. Есть ли у нашего партнера, ну мы говорим сейчас о семье, да? О жене, муже. Есть ли у нашего партнера потребности, которые вы не удовлетворяете? Можете дальше записать. Если мужчина будет чувствовать себя Богом, ну, образно говоря, то есть значимым, дальше чувствовать себя значимым или личностью рядом с вами, он навсегда останется с вами. Если человек, с которым вы живете, рядом с вами начнет чувствовать себя, ну, я назвал Богом, ну, чувство такое особое, чувствует себя личностью, значимым, важным, он никогда вас не оставит. Но причина, почему он оставляет, потому что он в другом месте, например, есть любимое дело, где он чувствует себя значимым, личностью. Или, например, с детьми он чувствует себя значимым личностью. Знаете, почему иногда женщины легко разводятся и не страдают от того, что они потеряли мужа? Потому что с ними остаются дети, которые их любят и восполняют это чувство. Еще раз я вернусь. Когда ты проводишь время со своим ребенком, то есть разные примеры, но я про ребенка. Когда ты проводишь время со своим ребенком, то ты чувствуешь, что ты нужен, ты значимый, ты личность. Чувствуешь, что ты особенный, чувствуешь, что в тебе нуждаются, и ты за это готов отдать все. Почему мы вот детям легко покупаем все, что они просят? Они только рот открыли, мы уже, если имеем возможность, уже даем им, покупаем им. Потому что они платят любовью. И вот почему в семье, если мужья не начнут так относиться к женам, как мы, к детям, если мы не начнем ценить, то есть если рядом с нами наши жены или наши мужья не получают чувства значимости, не становятся особенными. Что я здесь себе записывал? Как я записывал себе здесь? Так, секундочку, где я здесь записал себе? А, уверенность не приобретает, признание не приобретает, значимость не приобретает. Они понимают, что ты не готов вкладывать в них. То в таком случае все разваливается. То есть, другими словами, я, рассуждая об этом, я подумал, Господи, я, во-первых, очень сильно захотел пересмотреть свои отношения в своей семье. А потом я это переложил на отношения с Богом. Еще раз подчеркиваю, слушайте внимательно. Если ты находишься с человеком, и находясь с ним рядом, ты, твоя самооценка поднимается, ты чувствуешь себя нужным, востребованным, значимым, важным. Что это чувство выше, чем чувство, которое ты приобретаешь в своем любимом деле. Например, если ты любишь рыбалку, и там получаешь удовольствие. Когда поймал рыбу, там еще что-то. То ты будешь ездить на эту рыбалку постоянно, чтобы получить эти ощущения. Если ты музыкант, и от тебя зависит вся группа, слышите меня? Потому что ты виртуоз. Потому что если ты начинаешь играть, и все просто, ну весь зал, короче, восхищается. И вся группа прям без тебя не может петь и играть, то ты будешь всегда там находиться, где ты нужен, где ты важен. Но если в это же самое время ты приходишь домой, а здесь ты не нужен, не важен, тебя не ценят, тебя опускают, унижают, то тогда ты не хочешь быть дома. И некоторые жалуются, почему у нас разрушаются браки. Вот почему. Вот почему. Теперь я это перевел на отношения с Богом. Друзья мои, Бог, когда мы приходим к Богу, смотрите, первое, что делает Бог, это делает так, чтобы вы чувствовали, что вы живете. То есть Он, Бог, это Тот, Кто восполняет все твои потребности. Где-то здесь себе записал это. Он восполняет все твои потребности. То есть, если ты приходишь домой и дома, твои потребности попираются, пренебрегаются, ты не хочешь ходить домой. И ты не хочешь жить с этим человеком. А если живешь с этим человеком, живешь как будто из-под палки, потому что ты знаешь, что ты обязан жить. Потому что ты верующий. Потому что у тебя чувство ответственности. Но у тебя внутри пустота и мертвичина. Вы мне скажете, что плевать на то, что кто-то из людей не создает вам вот этого комфорта, не поднимает вашу значимость. Типа пусть Бог это все вам восполнит. Я вам скажу, когда Бог создал человека, и первое время Бог это восполнял, потом Бог сказал, извини, я больше не могу восполнять то, что, ну, вот эти потребности. Поэтому тебе надо создать человека, который будет восполнять. Бог говорит, нехорошо быть человеком одному. Другими словами, Он сказал, нехорошо, чтобы только я восполнял эти потребности. Только я поднимал твою значимость. Только я поднимал твой авторитет. Только я давал тебе ощущение, что ты значим, что ты радостный, что ты победитель, что ты способный, что ты герой, что тебя я люблю. Бог говорит, нехорошо получать это только от меня. И поэтому Он создает человека, чтобы восполнить нам то, что должен восполнять человек. Аминь. Услышали этот момент, да? Поэтому ты, когда у тебя нету этого, восполнения от других людей, то это беда. Когда в церковь ты приходишь, и в церкви наплевательски относятся к тебе, то есть ты не тот, за кого будут бороться. Ты не тот, кого будут любить. Ты не тот, кого будут окружать любовью, окучивать любовью. Ты не тот. Просто, ну, есть ты, есть. Нет, нету. Ты чувствуешь, что нет, нет, что-то не то. Не то, не то, не то. Когда ты попадаешь в правильное место, первое, что с тобой происходит, Бог восстанавливает твою значимость. Но, друзья мои, подождите, давайте про Бога пока оставим. Мы друг другу восстанавливаем значимость. Мы поднимаем друг друга. Мы даем друг другу уверенность. Мы... создаем чувство признания. Ты начинаешь в нашем окружении чувствовать, что ты признанный. Мы признаем тебя. Мы восстанавливаем твою значимость. Мы поднимаем твой авторитет. Приносим в твою жизнь разнообразие. Вкладываем в тебя. Помогаем тебя. Утверждаем тебя. Друзья, вы говорите, Бог это сделает. Не надо. Давайте не будем перекладывать на Бога то, что должны делать мы. Мы должны начать. Так мы должны давать это друг другу. Бог говорит, нехорошо, когда эти нужды покрываются только мной. Эти нужды должны покрываться друг другом. Амэн. Поэтому сегодня нужно пересмотреть свое сердце. И стать человеком. Стать таким человеком, что если ты к кому-то подошел, то кому-то, что ты рядом оказался, у кого-то значимость поднимается, у кого-то уверенность в жизни появляется, у кого-то еще что-то появляется. Понимаете, да? То есть, кто-то начинает понимать, что вкладывает в меня. Меня вкладывает. То есть, я нужен, за меня 10 коров дают. За меня молятся. То есть, вот, что должна делать церковь. Семейные отношения. Это те же отношения, которые должны быть в церкви. Ни одна семья, может семья прожить 40 или 50 или 60 лет. Прожить именно как брат и сестра. Прожить вот в таких вот отношениях, вот таких просто административных, официальных отношениях. Но это несчастная семья. Потому что счастливая семья, это там, где благодаря тебе кто-то поднимается, а благодаря ему я поднимаюсь. Это там, где мы начинаем служить и поднимать друг друга. Это там, где я становлюсь успешным благодаря этому человеку. Церковь, это та же семья, где эти чувства должны приходить к вам не от Бога, а от меня и от тебя. Амэн. А Бог это уже сверху, это десерт. Это дополнительно. Амэн. Вот почему мы говорим о домашних группах. Никогда нельзя придать этот результат без вот таких общений, без домашних групп. Никогда. Никогда. Друзья мои, первое, если в вашей жизни есть рядом человек, вы должны сделать все, вы должны стать человеком, который поднимет его. Смотрите, что сделал Иисус. Давайте скажем, что сделал Иисус. Я удивляюсь с Иисуса. Я удивляюсь с Бога. Потому что Он поставил своей целью. Знаете что? Смотрите, Бог, запишите, Бог сосредоточен на наших потребностях, чтобы раскрыть тебя. Бог сосредоточен на наших потребностях, чтобы раскрыть тебя и поднять тебя. Хотите, я это докажу сейчас? Написано, Он обнищал, чтобы мы обогатились. Рядом с Богом ты начинаешь обогащаться. Он обнищал, то есть Он что-то потерял, чтобы это пришло к тебе. Дальше. Он был изранен, чтобы ты что? Исцелился. Дальше. Он был отвержен людьми, чтобы ты был принят людьми. Дальше. Он его оставил отец, чтобы тебя отец принял. Так или нет? Дальше. Он понес проклятие, чтобы ты получил свободу и получил благословение. Так или нет? Дальше. Можно продолжать. Заметили? Я смотрю в Писание, и я понял, что Бог заинтересован покрыть мои потребности. Знаете почему? Объясню. Вы можете представить человека, который раздавлен, унижен, то есть чувства значимости нет, уверенности нет, никакой высоты нет, подавленный такой. Его ставят на какую-то ответственную должность, и он сделает все хорошо. Вы можете поверить, что такой человек, разбитый, раздавленный, сможет выполнить ответственные задания? Нет. Это невозможно. Поэтому первое, с чего начинает Бог, это восстанавливать твою значимость, восстанавливать тебя как личность, поднимает тебя высоко. Он начинает говорить твою жизнь. Вот я хочу, чтобы вы начали это слышать, что вы, вот вы кто, вы не просто за вас 10 коров отдали, за вас Иисус отдал жизнь. И я сейчас буду молиться о том, чтобы это пришло в твое сердце, чтобы это начало тебя менять. после сегодняшнего дня после этой проповеди это начнет менять тебя круто во имя Иисуса Христа. То есть мы с вами сделали вывод, что человек, который раздавлен, разбит, уничтожен, он не может выполнить ответственные задания. Он просто не в состоянии. Но если ему вернуть значимость, поднять авторитет, сделать, дать ему чувство, что он нужен, что в нем нуждается, то тогда, имея эти чувства, имея эту уверенность, он сможет выполнить любую работу. Так или нет? Теперь смотрите, какие мы пришли к Богу. Разбитые, раздавленные, уничтоженные, поломанные, да? И Бог говорит, я умер, чтобы ты жил. Я обнищал, чтобы ты обогатился. Я был изранен, чтобы ты исцелился. Я понес проклятие, чтобы ты был свободен от проклятия. Смотрите, что он начинает делать? Он начинает восстанавливать нас. Он начинает восстанавливать. И я буду молиться, чтобы эти чувства пришли к тебе, чтобы ты осознал это своим духом и своей душой. Во имя Иисуса Христа. Амэн. Смотрите, заканчиваю проповедь, говорю. Смотрите, как можно сказать человеку, который, например, уверен, что он несчастный, уверен, что он всю жизнь живет одиноким. Как можно ему сказать, как он может поверить в то, что у него все будет нормально? Смотрите, как женщина, которая попала в твои руки, или мужчина, который попал в твои руки, как он может стать личностью благодаря тебе, если ты начнешь в него вкладывать. Ты начнешь вкладывать. Человек сперва не поверит, подумает, что ты просто прикалываешься, или подумает, что ты просто разводишь. Но пройдет какое-то время, он поймет, что по-настоящему ты ценишь человека, поэтому ты жертвуешь в этого человека. Ты время. Ты пришел, и ты находишь время, чтобы посидеть с этим человеком. Первый раз человек подумает, ну какая-то ерунда. Чего-то он сидит со мной. Ну, наверное, он сегодня, завтра не будет сидеть. А ты завтра Ну это Он перегрелся на солнышке Скоро не будет со мной сидеть Не будет меня слушать Послезавтра слушает И вдруг она начинает верить Что я ему нужна Потом он раз купил подарочек Думает, ну Всякое бывает Второй подарочек Хочет что-то доказать Гад такой Третий подарочек Четвертый Она говорит Слушай, неужели 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 я для него важна Неужели я ему нужна И друзья Хотите изменить людей вокруг себя Кладывайтесь в них Жертвуйте в них И они на ваших глазах Рассветут Через какое-то время Если вы будете постоянны Теперь что делает Бог То же самое Я подчеркиваю Вкладывайтесь Жертвуйте Временем Деньгами Вниманием Прощением Дела 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 Я хочу сказать Дела 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 Когда я говорю Бог ты любишь меня Бог говорит Мне надо тебя исцелить Чтобы ты поверил Что я люблю Так вот друзья мои Что происходит Бог Пришло время Я чувствую это в своем духе Пришло время Что Бог собирается сейчас Доказывать свою любовь Делами Это значит Что ты будешь много исцеляться Это значит Что сегодня в твою жизнь Начнут приходить ответы На все твои молитвы Вот как Как изменить человека Который ему уже 35 Или 40 И он еще никогда не выходил замуж Все мужики приходили мимо Как вот Как Вот сказать Я люблю тебя Как вот Как вот Как она поверит Что Бог любит Как 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 она поверит Единственный выход У Бога Это дать ей мужика Просто взять И дать И тогда сказать Ладно Если такой Какой-то А так нормального Дал Господь Вот пока Не получат От Бога Даяние Вот у ней Это Твердыни С головы Не исчезнет Как помочь Человеку Который болит Уже знаете Годами И все у него В роду болели Как Только исцелением Только исцелением Раз исцелил Думает Случайность Потом Опять попросил Бога Он еще раз Исцелился А третий раз Говорит Все Господь Ты меня любишь Все То есть Пришло время Я чувствуюсь В своем духе Бог хочет доказать Свою любовь Совершая Дела То есть Если То есть Отвечай на все На все На все Твои молитвы На все Иначе Не переубедить тебя Иначе Не поднять Твою значимость Иначе Не сделать тебя Важным Иначе Не сделать тебя Личностью Никогда Ты Потому что Когда говоришь Бог ты меня любишь Мы знаете Мы знаем Бог ты меня любишь Внутри мы понимаем Господь Если б любил И исцелил Если б любил И цветы дарил Если б любил Поймаете Давайте встанем на ноги, будем молиться. Я хочу, чтобы мы пересмотрели отношения с Богом. Я хочу, чтобы вы поверили в то, что время чудес пришло. И на этой конференции мы увидим эти чудеса. Это время, на этой конференции, когда Бог будет уже не просто говорить, что я люблю тебя, а будет доказывать свою любовь. Мы увидим много чудес, много исцелений, большой прорыв от Господа. Когда ты служишь Богу, Бог служит тебе. Бог решает твои нужды. Я когда пришел к Богу, первое, что стал делать Бог со мной, это поднимать значимость. Он начал мне внушать. Когда я говорю, Господь, я негодяй. Я ничего в этой жизни не могу добиться. Он мне говорит, ты добьешься. Я говорю, да нет, у меня нет талантов, нет способностей. Он говорит, есть у тебя, у тебя все получится. И он внушал мне, что я нормальный человек. Он доказывал мне, что я успешный. Я говорю, Господь, ну где успех? Столько лет я уже тружусь. Столько лет я уже строю церкви, служу людям. А где эти результаты? А Бог говорит, ты успешный. Скоро это помазание начнет просто двигаться. Ты увидишь, скоро потерпи чуть-чуть. И он внушал мне, что я успешный. Я долго, много лет не мог согласиться, что я успешный человек. Первое, Бог начинает восстанавливать твою значимость. Что должны делать жены относительно мужей? Что должны делать мужья относительно жен? Бог это делает. Друзья мои, когда ты приходишь к Богу, это будет неправильно. Смотри, я прихожу к Богу. Представьте, я прихожу к Богу, говорю, Господь, у меня есть нужда. А Бог говорит, потерпи. Нет, сдохнешь с этой болезнью. Воля такова моя. Ну, главное, чтобы ты верил в меня. Боже, у меня там финансовые проблемы, я уже умираю, детей кормить нечего. Терпи, сынку мой, терпи. Ничего, я терпел. Бог терпел и нам велел. И ты сидишь и думаешь, пришел к Богу, а значимость не восстановил. Как был дураком, так и остался. Как был невезучим, так и остался невезучим. И ты думаешь, так рядом с Богом я не становлюсь лучше. Рядом с Богом моя значимость не поднимается. Зачем мне? А вообще это Бог или не Бог? С кем я вообще общаюсь? Я вам хочу сказать, что поэтому Бог не такой, как иногда мужьяк, относительно жен, когда жены, относительно мужей, Бог. Когда мы, относительно соседа, ближнего своего. Бог не такой. Ты приходишь, и Он начинает поднимать тебя. А чтобы ты был уверен, что ты успешный, Он начинает давать тебе результаты. Молимся за результаты, Отец Небесный. Мы принимаем результаты. Мы принимаем победу. Мы принимаем прорыв, Господь, от тебя. Мы принимаем, Господь, во имя Иисуса результаты. Мы благодарим тебя. Ты поднимаешь нашу значимость. Ты поднимаешь, Господь, во имя Иисуса Христа. Даешь нам уверенность в этой жизни. Ты, Господь, внушаешь нам, что Ты заплатил за нас, Своим Сыном, и мы очень значимы. Я молюсь о том, чтобы это откровение, чтобы это мышление пришло к нам, чтобы это убеждение, что мы значимые люди, что мы особенные, помазанные, что мы рождены для побед, только для побед, мы рождены только для прорыва, мы рождены для победы во имя Иисуса Христа. Друзья, присядьте на секундочку, можно? Я упустил одну деталь, я скажу, что вы не пожалеете. Вы не пожалеете. Друзья мои, когда в твою жизнь приходят проблемы, ты думаешь, что почему в мою жизнь пришла проблема? Наверное, у меня есть проблема, поэтому и пришла. Друзья мои, проблема в твою жизнь пришла для того, чтобы упасть под твои ноги, только лишь для этого. Смотрите, Бог-Отец, Он победил дьявола. Было такое, вот я помню, когда занимался боксом, первый у меня бой на ринге, и я побеждаю. У меня противник падает раз, падает два. Знаете, с каким чувством я спустился с ринга? Я до сих пор это не могу понять, забыть первую свою победу. Вау, я такой крутой. Хорошие чувства, правильно? Бог испытал эти чувства, Он победил сатану. И Он говорит, ребята, слушайте меня внимательно. Если мои дети не испытают то же самое чувство, они никогда не поймут, какой я. Поэтому, когда против тебя выходит проблема, она выходит для того, чтобы ты ее нокаутировал. Только для того, чтобы упасть под твои ноги. Когда идет против тебя проблема, это не говорит о том, что у тебя проблема. Когда против тебя идет проблема, ты думаешь, что же я не так сделал? И начинаешь ковыряться в своей жизни, как, знаете, как в навозной куче. И сказать, что же я не так сделал, это дурость. Не ищи, что ты не так сделал, ищи, как ее победить. Потому что ты всегда что-то делаешь не так. Но в этом случае это не имеет никакого значения. Когда приходит тебе проблема, это не говорит, что у тебя проблема. Это говорит, что Бог. Это говорит, знаете, меня никогда не вызовет, когда я еще занимался спортом, меня никто не пригласит на ринг, если я не стою ничего. Ни один соперник, ни один серьезный спортсмен не позовет меня на соревнование, чтобы я с ним оспорил какой-то титул. Он не позовет, если у меня нет титула. Зачем мне его нужно, если у тебя ничего нет? Поэтому если дьявол выходит с тобой воевать, значит он знает, что ты титулованный, ты помазанный. Поэтому он и хочет, он хочет, то есть вот по этой причине. То есть это единственная причина, почему проблемы в твою жизнь приходят, потому что ты титулованный. Потому что ты помазанный. Потому что ты потенциал. Потому что ты силен. Потому что ты сын Божий. Ты успешен. Вот почему. Не потому что у тебя проблема. Когда против тебя вышла проблема, не потому что у тебя проблема, а потому что ты титулованный. Амэн. Друзья мои, понятно почему? И потому что Бог хочет сказать дьяволу. Дьявол приходит и говорит, Бог говорит дьяволу, ну как я тебя нокаутировал? Дьявол говорит, ну нормально. А Бог говорит, я сейчас, сейчас мой сынок тебя нокаутирует. Мой сынок тебя нокаутирует. И они, дьявол говорит, да не получится. Он говорит, давай, иди. Не буду сейчас рассказывать историю, как меня старший брат научил, как побеждать в драке одной. Один здоровый против меня вышел такой, я еще был во втором классе. Здоровый, килограммов на 15 тяжелее меня. И меня бил всегда, гонял, гонял, гонял. Я от него бегал, он меня всегда бил, бил. И я пришел к своему старшему брату Владимир. Я говорю, Вова, да я уже не могу, я уже его боюсь, он меня везде бьет, пинает. Он говорит, я сейчас научу, как его победить. Я говорю, как можно, я слабее его, как я могу победить его? Он говорит, очень просто, ты выходи с ним, начинай типа это, и бегай от него. Бегай, 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 чтобы он тебя не догнал, не достал. И он говорит, устанет, у него дыхалка слабая. Когда он встанет, ты ему сверху потом настучишь. Мне так страшно было, а мой брат верил в меня, мой брат верил в меня, что сейчас я его накутну, дам ему по шее. Он верил, а я боялся. Ну, вышел и выполнил эту инструкцию. Бегал, бегал от него, бегал, бегал. Я во втором классе был, он большой был. Бегал, 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 он устал только. А я говорю, а, козел. Бам ему. И победил его. Потом его, пошел он отсюда, больше не лазь под моими ногами. Бог научит нас побеждать, амэн. Амэн, давайте еще помолимся.